Мои заключения не надо здесь. Первые песни, описанные по поводу русского флота в далеком 18 веке, когда в 1696 году этот флот был построен. Есть тут диск, посвященный 300-летию русского флота. Историю песню много раз рассказывал, целиком не буду рассказывать, но в конце прошлого века, в Ленинграде, еще в старые времена, должны были поставить фильм, посвященник Рексу Кейтису, дня рождения Петра Великого. И мне заказали песни к этому фильму, в частности, ту, от которой сейчас идет речь, песню о строителе русского флота. Как сказал режиссер, песня пойдет за кадром, на фоне титров, и там стук топора, значит, народ строит флот, первые титры на фоне матча. И мне надо было написать песню о строителе русского флота, то есть, как вы понимаете, русскую народную песню начала 18 века. Нережиссер Балатова, потребовавший ее в этой песне, отразил и записал целый ряд пунктов. Первое. Технология строительства паносного флота. Православную религию в те поры запрещенную еще в советские времена. Тяжкий ряд хрепостнических. А главное, как он сказал, песня же облихая, озорная, хулиганская, чтобы стало ясно, что написали живые мужики в 18 веке, а не доктор интеллигент 20. Но все отцовское хулиганство на полном середине должны просматриваться. Национальное самосознание и гордость народа, которые уходят, чем морские просторы. Да, война за Швецией была, не забудь отразить. Все это унес в клюве, и долго пытался все это приладить, потому что очень много информации, а песня информации большой летела. Потом фильм отменили, песня зависла как мискризорная народная песня начала 18 века, а тут трехсотлетие русского флота, власть вроде как частично поменялась, и вот к этому трехсотлетию вот этот диск, который тут, по-моему, есть еще, «Маряк покрепче лежит узлы», и был выпущен. И там эту песню я пою в сопровождении хору народным инструментом. Там, значит, и барабан, и пушка стреляет настоящая, и медные трубы, и чего там только нету, и балалайки там не значил. И исполняю эту песню первый раз в родном Питере, в концертном зале Октябрьский на Риговке, на заключительном вечере, подчеркнули с отлетием флота. Первым выступал тогдашний премьер-лебинистов Черномырдин, вторым главком, да, Громов был адмирал, третьим наш тогдашний губернатор, уже, по-моему, не Собчак, а один самый, Яковлев, да, и четвертым выпихнули меня. Юмор, ситуация, я за 300 лет оказался единственным автором русской народной песни, причем строительства Русского года. А также мы пели с моего компилятора предотключенные микрофоны, а, значит, в динамиках ревела вот эта самая запись с этого самого диска под всякие там художников, пушки и прочее. От ливящего эффекта за нашими спинами на огромном белом заднике сцены, как на экране, шли кадры из старого кинофильма «Петр Первый», где русские берут на абордаж шведский фрегат. В общем, эффект был чудовищный.